Всем привет! В эфире Кэт, и ты смотришь Puzzle English. Сегодня у нас будет часть, второе видео про современный сленг, про интернетный сленг. И я хочу начать с моего любимого слова. Это имя, которое стало именем нарицательным, и это Karen. Я не знаю, видели ли вы количество мемазиков и видосов на эту тему, они очень смешные. Karen это, естественно, обычное имя, то есть есть женщины, которых так зовут, но оно каким-то образом превратилось в собирательный образ. Как правило, белая женщина средних лет, среднего класса, может быть, я ж мать, которая вечно всем недовольна. Вот это вот, позовите менеджера, или вот здесь вот вы шумите, или мне вот здесь вот, я сюда больше не вернусь, какое у вас ужасное заведение, но позовите менеджера, где мне кому обратиться, вот это Karen. Она, как правило, расистка, ей всегда есть на что пожаловаться, она чувствует себя немножко выше других, она вот это вот отношение, это Karen. Тут надо быть осторожным, если ты действительно встретил кого-то, кого зовут Karen, то ты говоришь, если нужно именно про персонаж, то добавляем артикль A или A. Don't be such a Karen, если я такое говорю, то это, скорее всего, я... Ты как-то сейчас себя ведешь, как себя повела бы Karen. Я вас умоляю, забейте Karen memes в поисковик, и вы увидите 500 миллионов разных историй. Ну, кстати, вот то, что она среднего возраста, это женщина не обязательно, это уже скорее поведение, нежели чем возраст, да? Вы увидите очень много иллюстраций к тому, что же такое Karen. Я даже знаю, сейчас кино будет сниматься с персонажем Karen, вот этим, в главной роли. Настолько разрослось это явление. И бедные все женщины, которых действительно зовут Karen, им сейчас не очень легко, прямо скажем, живется. Еще есть тоже именная такая сноска. Chad. Это сейчас имя тоже такое, да? Если вам нужно обозначить какого-то молодого, накачанного, самовлюбленного, представьте себе типичного американского такого футбол-плеяр, девочки любят, бицепсы растут, интересуются тачками, но мозгов не сильно много. Вот это Chad. Дальше идем. To throw shade. Бросать тень на кого-то. Я бы перевела это по-русски. У нас тоже же есть фраза, да? Бросать в чей-то огород камень. Вот это вот бросать камень в чей-то огород, это to throw shade. Это когда ты как-то вот язвишь в сторону человека, пускаешь какой-то нелицеприятный комментарий, какую-то ремарку, так что вроде ты не оскорбляешь человека вот в лицо, ты ему не говоришь, что там ты дурак, но ты про него что-то говоришь, и всем понятно, что ты вот в его огород сейчас кидаешь камни. Вот это to throw shade. Джейн очень разозлилась, когда она поймала свою подругу за тем, что она вот кидала камни в ее огород. Может, она услышала что-то про себя или какое-то, да, упоминание, она поняла, что это про нее, и это было неприятно. Или вот эта вот пассивная агрессия, да, если, например, мы сидим, обсуждая мою работу, допустим, или твою работу, и тебе там мама такая, ну вот может когда-нибудь все-таки работа оплачиваться будет нормально, ну как-то это должно быть очень завуалировано, да, ну ты понимаешь, что это камень в огород твоей работы, что человек критикует твою работу, ты можешь сказать Ну типа не надо шейдить мою работу, я все прекрасно понимаю, оплачивается, может, и она плохо, но я ее люблю. Дальше слово flex. Flex у нас может быть как существительное, так и глагол. Возьмем сначала существительное, короче flex или flexить это чем-то хвастаться. Сейчас пошла тоже такая волна, такой тренд Это может быть какая-то вещь, черта, наличие чего-то, чем тебе можно похвастаться, это твоя самая такая, самая клевая, что у меня есть, вот завидуйте мне все. Например, Если ты красива и без мейкапа, то это вот здесь есть чем пофлексить, есть чем похвастаться. Если парень так говорит, ну это приятно, да, что он говорит, что моя девушка, это мое главное, собственно, достоинство, не то, что достоинство, главное, чем я могу похвастаться. Знаешь, самое крутое, что у тебя может быть, это умение любить себя так, как ты бы хотел, чтобы тебя любили они. Ну и flexing тоже может быть как глагол. Она никак не может прекратить флексить или хвастаться за своим новым домом, хотя он не такой уж и хороший. Он постоянно вот too much, постоянно флексит тем, как у него все хорошо. У нас в соцсетях постит фоточки всех своих вот отпусков. Дальше у нас слово savage. Ууу, все, конечно, слышали песню, I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Берем только savage, многие переводят его как дикарь. Дикарка, ребят, смотрите, это устаревший перевод, точнее это устаревшее явление, наверное, даже. Дикари, имеется в виду и дикарка, да, у этого слова есть такое значение, но знаете, в каком смысле? Вот когда Колумб приехал в Америку открывать, там были дикари. Вот это savages. Savages, вот они, дикари. На сленге это, короче, синоним слова badass. I'm a savage. То есть ты какой-то нереально крутой чувак, безбашенный, делаешь все, что хочешь, пофиг на последствия. Вот ты, you're a savage. Когда что-то is savage, это тоже, да, когда человек сделал что-то очень дерзкое, такое немножко. В тиктоке было видео, где мальчик сидит, читает комментарии, и девочка ему прислала такой уж очень сексуального характера графичный комментарий, и он такой you guys are savage. Типа, вообще без тормозов. Вау, вот это да. Жестко. Вот такой смысл этого слова. Дальше берем слово mood. Тоже из мемасиков это к нам пришло. Как правило, этому есть иллюстрация. То есть ты говоришь your dog is a mood. То есть я привожу к тебе домой, твоя собака в углу такая вот лежит, и ты говоришь your dog is a mood. Это значит, что я сейчас себя чувствую так же. Ты себя соотносишь с тем, что ты говоришь is a mood. Это может быть что угодно. Человек, явление, что угодно. This is such a mood. На что-то ты указываешь. Но ты должен именно как-то это проиллюстрировать, как-то указать, с чем ты сейчас себя соотносишь. Следующая фраза to leave someone on red. Red это не цвет, это прошедшая форма read. Оно пришло из WhatsApp, где ты видишь две галочки синенькие, человек прочитал, и он тебя игнорит. Вот это вот. I can't believe he left me on red. Поверить не могу, что меня оставили вот на этих двух галочках, то есть меня прочитали и мне не отвечают. When you get left on red, это иллюстрация картинки, типа то, когда тебя проигнорили. Стоит мальчик с телефоном, очень грустно так смотрит, всматривается в него, понятно, что ему уже давно не отвечают. Это вот такое, то есть игнорировать человека. Дальше мы рассмотрим слово snack. Ты знаешь, что snack – это перекус, это еда. Так вот, теперь snack – это синоним слова sexy. Когда ты говоришь, что кто-то привлекательный, ты можешь назвать их snack. the boy I like is a total snack. То есть мальчик, который мне нравится, он прям sexy. Типа детка, так хорошо выглядишь, ты прямо топчик. Ну и отсюда, есть фраза, которая пошла отсюда, то есть мы продолжаем аналогию с едой. You're not a snack, you're a whole meal. Это вот, когда snack уже не передает вашей всей вот офигенности, тогда вы становитесь whole meal, целое блюдо. Но это как раз аналогия с едой, но мы все еще говорим о какой-то вот привлекательности человека. И, пожалуй, последнее на сегодня слово, это слово simp. Уф, тоже оно по всему тиктоку, это слово simp. Короче, им изначально это был парень, но сейчас это и девушка тоже, короче, это человек, который превратился немножко в размазню по отношению к тому, в кого он влюблен, или в тот, кто ему нравится. То есть вот когда вот он на все готов, в ущерб себе, только бы вот угодить этой девушке, которая ему нравится, он simp. То же самое, если девочка вот на все готова, только бы вот ему было хорошо, вот, это simp. Например, сидят парни в компании, и один из них такой говорит, так, все, ребят, мне пора бежать, я вот тут через полчаса забираю свою девушку, а там могут быть провки, если я там на две минуты опоздаю, она расстроится, нет, все, они ему you're such a simp. Ну, то есть, да, чувак? Too much. Или появился такой персонаж в тиктоке Noah Beck. Не знаю, сидите ли вы в тиктоке или нет. Это, короче, американский тинейджер, и на него залипли просто все девчонки, все делали видео, где его отмечали, все делали какие-то рейтинги, где писали там вот этот хорош, вот этот хорош, но Noah прям вот самый главный. И парни начали отвечать на это из серии Все девчонки в тиктоке писаются кипятком от Noah Beck, come on. Причем simp может быть как over someone, так и simp for someone. Ну что ж, надеюсь, теперь тебе будет понятнее и приятнее сидеть в англоязычных соцсетях. Спасибо, что смотрели. Возвращайтесь и смотрите еще на Puzzle English. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok